Здравствуйте! Вы на канале 7дач. И с вами Алена в Аленином саду. Сегодня я хочу поговорить о выращивании в мешках или больших контейнерах. Взвесить за и против. Выращивать в больших полиэтиленовых мешках я стала года три назад. Мотивация моя была такова. Участок мой был заброшен. В скопанной, облагороженной земли, почвы было очень мало. А выращивать хотелось сразу же. Выращивать всего много. И тогда я стала использовать пластиковые мешки. В этих мешках за три года я уже успела вырастить многое. Я выращивала в них лагинарию. Я выращивала тыквы. Я выращивала кабачки и патиссоны. Также у меня выросла в мешках кукуруза. Я посадила в них огурцы, и они тоже выросли. И самый большой эксперимент это выращивание картошки в мешках. И, как вы понимаете, опыта у меня уже использования этих мешков достаточно много. И сейчас я хочу рассказать, почему мешки, почему я за мешки. Во-первых, эти мешки это общедоступная и дешевая тара, которая не занимает много места при хранении и которую не жалко выбросить, если что. Но мешки эти, они многолетние. Если вы купите хорошие прочные мешки для строительного мусора, то они вам прослужат минимум три года. Во-вторых, в принципе, выращивание в мешках или в контейнерах, чем оно хорошо? Если у вас небольшой участок, а может быть у вас вообще нет участка, и вы выращиваете на террасе, на балконе, на каком-то бетонированном основании где-то, ну, тяга выращивать ведь, она непреодолима, если хочется выращивать, то можно где угодно это сделать, то тогда, конечно, сад, огород в контейнерах это для вас. И тут можно использовать все, что угодно, и мешки это лишь вариант тары. Третье их свойство это то, что их не нужно оставлять постоянно на одном месте. Это не стационарная грядка, которую построил, вложил средство, и ты не будешь ее переносить ежегодно. А мешки можно ставить то в одно место, то в другое место. В этом году в одном углу стоят, в следующем году в другом углу. Четвертое свойство, вытекающее из третьего. Если вы будете ставить несколько мешков на цилину, то у вас под мешками пропадут любые сорняки, в том числе и даже многолетние, например, сныть. Это я проверила на собственном опыте. Но есть сорняки, которые, конечно, более устойчивы, например, вьюнок полевой, который навряд ли пострадает от мешков. Пятое. За. В мешке можно складывать на дно растительные остатки. Эти растительные остатки за сезон перегнивают, смешиваются с верхними слоями почвы, и в результате в мешке формируется замечательный компост. Питательная почва, которую можно использовать для других культур. Эту почву можно использовать для подсыпки на грядке. Этой почвой можно заполнить, в принципе, высокие грядки. Можно использовать для выращивания рассады, да для чего угодно. Для чего обычно используется хорошая садовая почва. И еще у вас, соответственно, есть куда деть растительные остатки, не нарушая красоту вашего участка. Их не нужно сжигать, их не нужно выбрасывать куда-то, тащить, их не нужно складывать в компостные кучи. Они будут работать в этих мешках и в качестве обогревателя, обогревателя, если вы планируете ранние посадки, и в качестве питания, особенно будущим поколениям растений. И шестой, за. Это вытекает из пятого. Теплая грядка. Сделать большую теплую грядку, вынуть из нее почву, заложить туда много растительных остатков, не каждому под силу. Но сделать мини-теплую грядку в таком мешке проще простого. Набиваете рано, весной или даже еще осенью этот мешок травой, и в результате теплая грядка готова. Таким образом я выращивала ранние огурцы в теплице. Это, пожалуй, основные положительные моменты использования мешков для выращивания. Ну, можно подумать, что нет отрицательных. Конечно, отрицательные есть. Во-первых, это достаточно трудоемкий процесс. То есть, если вы имеете высокую грядку, на которой вы применяете мульчирование, и вы эту грядку не копаете, и, в общем-то, подходите к ней только, чтобы посеять или собрать урожай, то с мешками будет немножко больше работы. Мешки нужно заполнить, утрамбовать, нужно поставить их куда-то к мешкам, принести эти растительные остатки и почву. Если вы планируете эти мешки где-то поставить подальше от глаз, например, да? Вот. Так что работы побольше. Ну, опять же, если у вас есть высокие грядки, стационарные грядки, или вас устраивают ваши обычные огородные грядки, то, конечно, выращивать в мешках нет никакого смысла. Я не советую это делать просто так. Можно это сделать ради эксперимента, но просто так зачем, если есть достаточная площадь земли для нормальных, обычных посевов. И второе против – это, безусловно, как в любом цветочном горшке, почва пересыхает. Также она будет пересыхать и в мешке. Поэтому, если у вас засушливое, сухое, жаркое лето, то нужно будет позаботиться о постоянном регулярном поливе. У нас, в нашем регионе, такое лето – большая редкость. У нас постоянно идут летом дожди, и у меня проблем с поливом совершенно нет. В этом видео я постаралась ответить на вопрос о выращивании в мешках, раскрыть положительные и отрицательные способы этого метода. Не забывайте подписаться на канал 7дач, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до свидания!